Российские либералы и позор американских выборов. Григорий Игнатов в журналистской правде за 6 ноября 2020 года. Запомните навсегда, на всю жизнь. Пачки бюллетеней за одного кандидата – это не аномалия. Нет, нет и еще раз нет. Но только в Америке, в других странах надо смотреть. Колумнист Лос-Анджелес Таймс Николас Гольдберг пишет, что многие жители страны не доверяют избирательной системе, называя это удручающим фактом. По мнению автора, это отсутствие доверия служит отражением более глубокого кризиса. Политические разногласия стали настолько непреодолимыми, а цинизм в отношении системы настолько повсеместным, что не только избирательный процесс, но и само правительство потеряло легитимность в глазах избирателей. Это пишет сайт BBC. Итак, еще раз, не Russia Today, не Пхеньянские известия и не Аль-Джазира пишут о том, что огромное количество американских избирателей слишком хорошо узнали собственную избирательную систему, чтобы не доверять ей и относиться с глубоким цинизмом к этому явлению. А это главный инфосайт мира размещает мнение коренного американца. Казалось бы, есть на чем задуматься. Есть повод посмотреть на все, что происходит на нынешних президентских выборах в США трезвым взглядом без розовых очков. Но не бойся, Николас Голдберг, и прикрой свой клевешущий рот. В BBC к микрофону выходят люди, которые, в отличие от каких-то там американских избирателей, полны несокрушимого доверия к штатовской избирательной системе, которые свято верят в ее непогрешимость, объективность и полную неспособность подвергаться фальсификациям. Барабанная дробь, парад аллея, на сцену выбегают смешные карлики, зачеркнуто, российские либералы. Впереди скачет на деревянные лошадки Максим Кац и грозно кричит, «Вижу вбросы на тему фальсификаций в США, там фальсификаций не бывает!» Скриншот. Зрители смеются и кричат в комментах, «Ой, дурак!» Это другое! И напоминают целыми пачками о вбросах бюллетеней, статистических ошибках, загадочных прыжках кривых на графиках в Висконсине и так далее. А также просто трезво указывают, что даже без намеренных фальсификаций система голосования по почте для 51 миллиона не может априори работать идеально. Но Кац не пробиваем в своей вере, которая дает ему возможность парить над водами здравого смысла. Графики, за которыми я научился следить, будут данные со всех участков. С ними будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Кац гарантирует. Сделал несколько кругов по сцене «Потешный рыцарь. Двоемыслия и идиотизма» убирается за кулисы. А на его место выходит следующий клоун. Пухленький Леонид Волков. Он уже не машет бутафорской сабелькой, грозя всем несогласным, а пускает пузыри от надутой важности. Леня умный. Лень сейчас как скажет. И говорит. Скриншот. А вы, батенька, рылом уж не обижайтесь. За прямоту не вышли судить о вещах выше вашего понимания. Ну вот кто вы, а? А у них там фундамент. У них там 250 лет исторической политики и политической культуры. А от вас местечкового только чистым полем пахнет. Фуууу. Зрители шикают и бросают в паяца помидоры и капусту. Тут, однако, не может уйти, не доиграв номера и убегая выкрикивает. Это потому, что глобально в системе есть хороший запас прочности, высокий уровень доверия в обществе и прозрачные механизмы взаимного контроля, сдержек и противовесов. Где-то далеко в Лос-Анджелесе, при словах о высоком уровне доверия в обществе, заплакал один автор BBC. Слушайте, да вывезете вы уже Волкова на гастроли по всем штатам. Он только одной этой репликой на серьезных щах всех тамошних стендаперов подвинет. Леня, меняй карьеру. Но вот выходит король вечера. Клоун, который даже природную свою внешность привел в полное соответствие с амплуа. Евгений Фельдман. Уж такой-то фрик точно в вопросах разбирается. По крайней мере, он сам так утверждает. Сегодня мы с помощью пальцев, скриншотов и логики соберем доказательства честности неумолимо надвигающейся победы Байдена в Пенсильвании и Джорджии. Как вы думаете, в фейсбучном посте будут эти самые скриншоты и логика? Ага, разогнались. Зато там полно самой честной брехни. В Мичигане якобы вывели наблюдателей республиканцев под аплодисменты, считающих голоса демократов. Но нет, и не вывели, и местные журналисты ничего такого не пишут, и результат там и так очевидный. Но про очевидный результат при 2% разрыва промолчим. А вот про тех самых наблюдателей, которых выгнали с участка, журналисты не пишут. Чувак с NBC уже, видимо, не журналист. А итог текста такой. Трамп и его маленькие фанатики будут сейчас очень стараться вас обмануть, рассказать, как у них украли победу, и какая невероятная аномалия к этому привела. Целые пачки бюллетеней сплошь за Байдена. Нет, это не аномалия. И сказать, что это не аномалия, значит сказать правду. А не занять сторону Байдена. Запомните навсегда, на всю жизнь пачки бюллетеней за одного кандидата. Это не аномалия. Нет, нет, и еще раз нет. Но только в Америке. В других странах надо всмотреть. Представление заканчивается. Гаснет свет, публика икает от смеха. Григорий Игнатов. Российские либералы и позор американских выборов.